МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с введением ограничительных мер во всех субъектах РФ у нас произошел ежедневный прирост переписавшихся на платформе госуслуг. Поэтому мы приняли решение о продлении с 8 по 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для ее прохождения, сказал он. Также Смелов сообщил, что более 63% россиян уже приняли участие в всероссийской переписи населения. Это порядка 90 миллионов человек. Из них 20 миллионов воспользовались услугой самостоятельной переписи на портале госуслуг. Ранее самостоятельную перепись на госуслугах планировалось завершить 8 ноября. До 14 ноября переписать население должны были переписчики. Как уточнили в Росстате, на данный момент на портале госуслуг информацию о себе сообщает каждый четвертый участник всероссийской переписи населения. Согласно постановлению правительства, она проходит с 15 октября по 14 ноября в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе и в помещениях МФЦ. Итоги первого этапа всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая. 2 до 31 декабря 2022 года. С 8 ноября россиянам через госуслуги начнут выдавать сертификат с QR-кодом, в котором будут отражены сведения о сделанной прививке от коронавируса, противопоказаниях к ней или перенесенном COVID-19. Чтобы получить такой документ, нужно обратиться в поликлинику. У тех, кто прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, в нем пропишут дату прививки, укажут медицинскую организацию, в которой она была сделана, а также сведения о введенном препарате. При наличии медицинских противопоказаний к вакцинации в документе появится отметка об этом с указанием причины и периода, в течение которого человеку нельзя делать прививку. Также в сертификат врач внесет информацию о перенесенном коронавирусе. Он укажет, когда и кем был диагностирован, дату выздоровления пациента. Все сведения будут формироваться на двух языках – русском и английском. Россияне смогут получить такой документ в электронном виде не позднее, чем через три дня после завершения вакцинации, выздоровления или выданного заключения об отводе от прививки. Его можно будет заказать и в бумажном виде. Для этого потребуется сформировать заявку на госуслугах или обратиться в МФЦ. Ранее выданные сертификаты продолжат действовать и автоматически обновятся до 1 марта 2022 года. Кроме того, в сети появилась новость о том, что сроки действия ранее выданных сертификатов сократили до полугода, и у тех, кто сделал прививку зимой или весной, QR-коды аннулированы. Официальный комментарий дал Минздрав и Минцифры. В ведомствах сообщили, что QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинации от COVID-19, действительно в течение всего срока. Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме. QR-коды восстанавливаются, написано в сообщении. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги двухнедельных ковид-каникул. Эти две недели дали возможность стабилизировать ситуацию заболеваемости, хотя она все еще остается достаточно высокой, но уже нет взрывного роста. В больницах также стабилизировались и показатели госпитализации, сообщил чиновник. За прошедшую неделю госпитализация снизилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Также на 11% снижается показатель доли впервые выявленных людей с положительным тестом на коронавирус. Область выходит на эпидемиологическое плато. Все идет согласно прогнозу. С нами пока остаются QR-коды. Проверка их подлинности не должна быть формальной. «Обязательно надо сверять код с паспортными данными. Для этого рекомендую носить с собой паспорт», написал Давид Меликусейнов. QR-коды требуются при посещении парикмахерских, фитнес-клубов, бассейнов, музеев и зоопарков, кинотеатров и дельфинариев, театров и других учреждений культуры и объектов в области отдыха и развлечений. QR-код спросит при посещении гостиниц и санаторно-курортных организаций, торговых центров, организаций общепита, а также салонов красоты, соляриев, саун, бань и массажных салонов. «Сохранятся масочные режимы в общественных местах. Маски нужны всем, и тем, кто болел, и тем, кто не болел, и кто вакцинировался, и кто еще не успел. Остается совсем мало времени для вакцинации. Дело тут не в плане. Для радикального изменения неприятных нам ограничительных мер важно вакцинироваться в период узкого окна. Чем дольше мы растягиваем этот период во времени, тем страшнее и непредсказуемее становятся очередные волны. Не мы будем управлять вирусом, а он нами», сообщил министр. За минувшие сутки в России выявили 39 400 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 787 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели еще 45 человек. Через три года около 80% граждан смогут получать федеральную помощь проактивно или на основании заявления, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «Никакие справки и бумажные документы предъявлять не придется», подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями. «Это станет возможно благодаря созданию единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации. С использованием принципов социального казначейства», сказал Мишустин. Кроме того, правительство намерено развивать механизм обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи. Для этого планируется запустить единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию. С 8 ноября возобновили маршрут в Кванториум из Сарова. Транспорт будет ходить согласно расписанию. Самостоятельно могут ехать ребята, которым исполнилось 14 лет. Все остальные – сопровождающим родителям или родственникам. В целях безопасности транспорт будет останавливаться рядом со входом в детский технопарк. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство России поддержало законопроект об отмене обязательного технического осмотра для автовладельцев. Суть идеи в том, чтобы освобождать от обязательного техосмотра легковые автомобили и мототранспорт, который россияне используют в личных целях. Но его действие не распространяется на такси и машины для перевозки пассажиров и на служебный личный автотранспорт. Также техосмотр останется обязательным при постановке транспортного средства на учет, смене его владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В отзыве к обмину уточняется, что в проект нужно внести необходимые правки, чтобы он соответствовал договору о Евразийском экономическом союзе. Максимальный размер пособия по больничному в следующем году увеличится до 2572 рублей 60 копеек в день, рассказали в Минтруде. Сегодня за один день нетрудоспособности работнику в среднем платят 2434 рубля 25 копеек, и в месяц это немногим более 74 тысяч рублей. При этом минимальный размер пособия по больничному, пояснили в ведомстве, не может быть ниже минимального размера оплаты труда в расчете за полный календарный месяц. Поэтому планируется, что в следующем году оно вырастет вслед за мрот и составит 13 617 рублей в месяц, или 439 рублей 25 копеек в день. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка работника за последние два года. Так, в размере 100% от него больничный оплачивается, если у человека есть страховой стаж не менее 8 лет. В размере 80% от среднего заработка выплаты начисляется при страховом стаже от 5 до 8 лет, и в размере 60% при страховом стаже до 5 лет. Прием заявок на региональный конкурс «Взгляд в будущее» стартовал в Нижегородской области. Он направлен на поддержку социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Принять в нем участие могут как уже состоявшиеся организации, так и те, которые только начинают свою деятельность. Главное, чтобы участники конкурса эффективно решали социальные задачи. Это улучшение условий жизни, обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, людям пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Победители смогут бесплатно разместить информацию о своей деятельности на светодиодных и плазменных экранах на территории Нижнего Новгорода, маршрутном автотранспорте, на зданиях бизнес-центров и в отделениях Почты России. Подать заявку на участие, более подробно познакомиться с информацией можно на сайте css52.rf, раздел «Поддержка». Заявки принимают до 21 ноября. Снег и морозы ожидаются в Нижегородской области на этой неделе. Согласно данным портала «Яндекс.Погода», во вторник резко повладает. Уже днем столбики термометров опустятся до отметки минус 1 градус Цельсия и пойдет снег, а к ночи мороз усилится до минус 5 градусов. В среду от 1 до 5 градусов ниже нуля. С четверга по субботу немного потеплее, температура повысится до 1-2 градусов тепла и снова пойдут дожди. В воскресенье вечером синоптики снова прогнозируют легкий мороз и снег. В Сарой возбудили дело о подложенных документах. Полицейские выявили фиктивно изготовленный сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Напомним, теперь за поделку и сбыт сертификата о вакцинации грозит до 2 лет лишения свободы. За покупку и хранение документа до 1 года лишения свободы. Чем еще запомнилось в минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. В минувшую неделю на дорогах города было неспокойно. За 4 выходных дня с четверга по воскресенье сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 3 ДТП с пострадавшими. 4 ноября в 13 часов 50 минут на улице Карла Маркса напротив дома номер 2 водитель Рено Сандера Стопфейни справился с управлением и врезался в бордюр. В результате ДТП мужчина получил ушиб лба. С вечером 5 ноября водитель Хенте Соляри сбил на пешеходном переходе 59-летнюю Саровчанку. Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП получила телесные повреждения и была госпитализирована в КБ номер 50. На следующий день в 10 часов утра на улице Балыковской водитель БМВ не уступил дорогу автомашине ВАЗ-2107. В результате ДТП пассажир ВАЗ получил ушибы мягких тканей лба и шейного отдела. Также в Сарове на прошлой неделе зарегистрировали 5 ДТП с материальным ущербом. День пианиста отмечают ежегодно 8 ноября. Этот праздник набирает популярность в музыкальной среде и касается он в первую очередь тех, кто имеет отношение к фортепиано. Его отмечают студенты музыкальных учебных заведений по классу фортепиано, преподаватели и мастера, создающие этот уникальный музыкальный инструмент. Светлана Александровна Кобзева преподает в детской музыкальной школе имени Балакирева по классу фортепиано уже 53 года. А все началось с семьи. У педагога целая династия музыкантов. Дедушка играл на скрипке и блалайке, а папа обладал хорошим тенором, за что и получил прозвище Саровский Соловей. Светлана Александровна училась в музыкальной школе, потом окончила училище и консерваторию. Вообще я всегда хотела быть артисткой. Артисткой, но папа хотел, чтобы мы были именно музыкантами. И, конечно, я никогда не пожалела о том, что я была учителем музыки, потому что здесь соединилась моя любовь к музыке, моя любовь к детям. Но свою мечту быть артисткой Светлана Александровна все-таки смогла осуществить. Она выступала с концертами и в Доме ученых, и в драматическом театре, и в самой музыкальной школе. Педагог слышит в музыке божественную красоту, переживает в ней целый спектр эмоций, и все это она передает ученикам. Я поражаюсь тому, что вообще композиторам, как можно было из семи нот придумать такие шедевры, которые спустя столетия волнуют людей. И избранные, я и ученикам говорю, что вот вы пришли в музыкальную школу, и вы будете не такими, как все, потому что вы понимаете ту красоту, которую вы обучаетесь. Фортепиано для Светланы Александровны как родной человек. В нем нет тайн, оно просто и понятно. И перед новым учебным годом педагог всегда говорит ученикам и их родителям, что она учит тому, что умеет сама и любит больше всего. Парные уроки могут ввести на территории Нижегородской области. Об этом рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова на своей странице в Инстаграме. Мы начинаем методическую проработку концепции парных уроков, чтобы уменьшить количество домашнего задания и тяжесть в портфеле школьника, отметила она. Как заявлено в сообщении, это нововведение приведет к росту качества. Анализ пятидневки спасибо директорам и заучим, которые не побоялись. И даже если где-то расписание сложилось не очень, уверена, что это лишь требует времени, добавила министр образования Нижегородской области. На следующий год школ с пятидневкой на уровне первых седьмых классов будет больше. Напомним, что школы и колледжи начали учиться в вочной форме с 8 ноября. 8 ноября ежегодно с 2001 года отмечают Международный день КВН. Идею праздника предложил президент клуба веселых и находчивых Александр Масляков. А дата была выбрана в честь годовщины первой игры, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. О команде КВН, которая только недавно образовалась в нашем городе, но уже успела прогреметь за его пределами, расскажем далее. Саровская команда КВН НИИ родилась в начале этого года. Поэтому фестиваль открытой лиги КВН в Дзержинске стал для ребят первым. Но это не помешало участникам вернуться с победой с юбилейного полуфинала лиги. По итогам двух конкурсов КВНщики набрали максимальное количество баллов, заняли первое место и вышли в финал. Соперники все серьезные. Лига тоже хороший уровень. Есть команды, которые там играют уже и в центральных лигах, которые нацелены и на Сочи, и на телевизионные какие-то лиги. Каждый раз, на каждую игру обязательно, конечно, это новая программа. Каждая игра – это разные конкурсы. В принципе, мы пока ждем, когда нам скажут, какие конкурсы будут в финале, и будем готовиться. И мы, в принципе, уже начали немножечко готовиться. Обязательно все новое. Все участники команды работают во ВНИЕФ, поэтому и в своих номерах они представляют зрителям образ ученых – смешных, неуклюжих, странных. Отсюда и название команды НИИ – научно-исследовательский институт. А концепция у саровских КВНщиков – статичное выступление. Мы стоим в линейке, все вот вчетвером на сцене, у нас больше текстового юмора. Конечно, мы его разбавляем какими-то там привычными для зрителя миниатюрами, какими-то номерами. Но в основном мы стараемся делать это все в одной линейке, стоя, с монотонным голосом. Вот я говорю, немножечко странные ученые, поэтому эта странность и цепляет, в принципе, зрителям. Финал открытой лиги КВН пройдет 5 декабря в Сдержинске. Команда НИИ поборется за главный приз – поездку в Сочи на фестиваль команд КВН. Участники благодарят за поддержку профсоюзную организацию и молодежную комиссию при правкоме РФЯСНИЕВ. Прожиточный минимум в России нужно поднять до 20 тысяч рублей, а также изменить механизм расчета этого показателя. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитики и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, для расчета прожиточного минимума нужно поднять соотношение из медианного дохода более чем на 15%. Сейчас используется соотношение 44,2%, уточнил он в комментарии ура.ру. Соответственно, надо менять соотношение в сторону увеличения и обеспечивать реальный доход граждан, отметил парламентарий. Раньше прожиточный минимум утверждался раз в квартал с 2021 года, его начали устанавливать сразу на год. Сейчас он составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения – 12 702 рубля. Для детей – 11 303 рубля. Для миссионеров – 10 022 рубля. Еще одно изменение было связано с тем, что ранее прожиточный минимум рассчитывали на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину. Теперь его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Ексерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин